Привет! В этом видеоуроке мы с вами поговорим про такую интереснейшую тему, как вопросы во времени Present Simple, который переводится как «простое настоящее время». Итак, давайте посмотрим, как образуется вопрос, и разберем некоторые примеры, и также делаем небольшое упражнение. Итак, смотрите, для простоты будем считать, что существует два основных случая образования вопроса, общего вопроса. Значит, первый случай – это когда мы ставим впереди do или does, затем подлежащее и глагол. Например, do you like it? Тебе нравится это? Do you understand me? Ты понимаешь меня? Например, does she live in Moscow? Она живет в Москве? Does he like футбол? Ему нравится футбол. То есть все просто. Мы выбираем do, когда I, we, you, they, it does, когда he, she, it. И здесь важно смотреть на то, чтобы был глагол. Смотрите, это первый случай. Второй случай, если глагола нету, то мы используем форму to be в вопросах. Какая может быть форма to be? Это am, is или are. Например, am I happy? Я счастлив. Is she happy? Она счастлива. Are we happy? Мы счастливы. То есть здесь форма по аналогии с теми формами, которые используются в обычном утвердительном предложении. I am, we are, you are, they are, he, is, she, it, it is. И, например, вопрос. Он дома? То есть дома – это at home. Он – это he. He at home – он дома. Но в вопросе мы ставим is, так как he получается. Is he at home? Например, вы с нами? Вы – это you. С нами – это with us. Вы с нами – you with us. И так этот вопрос ставим вперед are. Are you with us? И так далее. Ну, а специальные вопросы образуются... Также, только впереди добавляются упростительные слова. Например, где он находится. То есть получается, where is he? То есть перед to be идет вопросить слово where. Что это? Это – это it. Мы определяем с it. Поэтому is it – это. А what is it? Что это? Например, этот урок интересный? Урок, lesson, интересный – interesting. Этот урок – this lesson, interesting. Если бы его утвердительная форма, мы бы сказали this lesson is interesting. А в вопросе мы просто и ставим вперед is this lesson interesting? Это урок интересный? Yes, it is, да. И небольшое издание. Смотрите, даны предложения, и нужно найти ошибки. Значит, какая ошибка в первом предложении? Здесь в первом предложении есть глагол, поэтому правильно сказать does he like it? Форму to be мы используем, когда нет глагола в этом времени. Далее. Смотрите, во втором предложении надо обратить на порядок слов. Мы сначала это вопрощение слово, потом вспомогает на глагол. Поэтому на втором месте должно быть is. Поэтому правильно – where is he now? И третье предложение, самое сложное – это такая устойчивая фраза – where are you from? Откуда ты? И также по-налоге – where is she from? Откуда она? То есть с какой стороны – where is he from? Where are you from? Откуда вы? И ответ, например, I am from Russia. Да, все замечательно. В скором времени мы перейдем к новым интересным конструкциям и темам. До скорой встречи. Bye.